Здравствуйте, уважаемые коллеги! На территории отсутствовали. Карст является одним из опасных экзогенных процессов. В последнее время сложилось комплексное понятие о карсте. Появились такие понятия, как карстовая эрозия, карстовая гравитация. В целом исследование карстового процесса достаточно сложно на начальных стадиях, поскольку процесс протекает под землей и лишь последствия уже вскрывается на дневной поверхности. Поэтому исследование его традиционными дистанционными методами, особенно на лесопокрытых территориях, представляет определенную сложность. Поэтому мы предлагаем новый метод изучения вероятности активизации карстового процесса с использованием обнаружения бесточных паден на основе цифровой модели рельефа. В целом, да, будет рассмотрено на примере территория Архангельской области. Архангельская область сильно закорстована. Корстующимися породами являются карбонатные породы карбона и нижней перми и сульфатные породы верхней пермских отложений. Корстующиеся породы широкой полосой протягиваются с севера на юг области и занимают суммарную площадь порядка 32% от материковой части в Северной Архангельской области. В двух словах, нами была построена цифровая модель рельефа на основе глобальной цифровой модели Астрожедем версии 2. Неоднократно докладывалось по этому поводу и методика приведена в ряде наших публикаций. Не буду на этом останавливаться. Цифровая модель прошла проверку. Также в 2018 году в сборнике «Современные проблемы дистанционного зондирования» вышла статья, где описано, как проходила эта проверка модели. Модель является точной, корректной и применимой для различных исследований. В исходном виде любые цифровые модели рельефа содержат артефакты, ложные значения, ошибки. Их надо, конечно, устранять. Под ошибками могут пониматься впадины и пики. В данном случае мы будем рассматривать именно впадины. Что такое впадина? Впадина – это локальный минимум, не имеющий стока вниз по склону ни к одной из смежной ячейки цифровой модели. Эти недостатки надо устранять. И существует достаточно большое количество автоматизированных методов устранения впадин. В своем исследовании мы выбрали метод Ванк-Лью, обладающий наибольшей вычислительной эффективностью. Но прежде всего необходимо разобраться в топологии впадин. То есть не все впадины являются ошибками CMR. Вот в работе Линдсе приведена такая топология впадин, и он отмечает, что в категории закрытые топографические понижения следует выделять естественные элементы рельефа. По сути, топографическая поверхность карстовых воронок – это и есть поверхность бесточных впадин. Поэтому вполне корректно применять методы гидрологической коррекции, то есть методы обнаружения этих бесточных впадин, для выявления локальных карстовых понижений и воронок. Что нами было сделано? Вначале была проведена гидрологическая коррекция цифровой модели рельефа. По методу Ванк-Лью получен растр с заполненными впадинами, из которого был вычтен исходный растр. В результате имеем маску глубины заполнения впадин. Что тут следует отметить? Из нее были вычтены заведомо известные водные объекты. И оставшееся количество впадин, половина из них имела глубину 1-2 метра, что свидетельствует о том, что это, скорее всего, впадин именно естественного происхождения. Остальные, они отсекались. Далее маска глубины заполнения впадин переводилась в векторный формат. Строились центроиды для каждого полигона. И для того, чтобы посчитать количество центроид на площадь, территория разбивалась на квадраты 10 на 10 километров. Производился подсчет центроидов внутри каждого квадрата. Значения интерполировались. И в результате была построена карта плотности бесточных падин на единицу площади. В данном случае на квадратный километр. Проведен ее кластерный анализ с разбиением на три кластера минимальных, средних и максимальных значений. И проведено сопоставление с картой распространения корстующихся пород. Из этой карты видно, что выделяются две зоны. Первая зона – это правобережье реки Северной Двины, территория Двинско-Мизенской карстовой провинции. Что для нее характерно? Здесь отмечается большое количество открытого карста, уже развитого. Проявляются своеобразные карстовые формы рельефа. Максимально они отмечаются в долине реки Сотка в Пинежском заповеднике. Здесь минимальная мощность перекрывающих четвертичных отложений. Поэтому породы открыты для воздействия атмосферных осадков. И активно карстуются, промываются. Плотность бесточных падин здесь невысокая. Вторая зона – это зона левобережья реки Северной Двины. Территория Онегодвинской карстовой провинции. Здесь отмечается, наоборот, максимальная плотность бесточных впадин, мощный четвертичный покров и большее развитие именно погребенного карста, проявляющегося в локальных понижениях, воронках. Эта зона, зона вторая, с точки зрения экологической безопасности, является наиболее уязвима. Поскольку здесь распространяются основные объекты техногенного загрязнения Архангельской области, то есть загрязнение локализуется в этих впадинах, понижениях, и со временем по деформациям проникает все это в геологическую среду, в подземные воды, тем самым вызывая экологическую напряженность. В то же время установлено локальное загрязнение грунтов и грунтовых вод нефтепродуктами на ряде объектов хранения, переработки и транспортировки нефти. Эти объекты как раз точно так же хорошо ложатся именно в максимальные, вот в эти бесточные впадины, тем самым негативно влияя на экологическую составляющую. Но в целом еще побочный такой немного вывод хочется отметить, что распространение этих бесточных впадин, оно не хаотично по территории области, оно имеет некую приуроченность, в частности к геологическим структурам русской плиты. Мы видим четкую закономерность, то есть они распространены вдоль вот этих деформаций, что так же совпадает с плотностью болот, потому что болота, они, собственно, тоже отражают эти локальные понижения. Но и в целом мы получаем такие выводы, что метод обнаружения бесточных впадин, который используется при гидрологической коррекции цифрового медали рельефа с целью устранения ошибок, может быть применен для выделения зон вероятной активизации карстового процесса. Этот вывод актуален для лесопокрытых территорий с возрастающей антропогенной нагрузкой. Максимальная плотность бесточных впадин приходится на территории с развитием карбонатного погребенного и покрытого карста. Это важно именно в том свете, что выделение карстового процесса сложно на начальных этапах. А здесь мы можем проводить некую маркировку этого процесса, начального этапа развития этого процесса. Ну и пространственное совпадение максимальной плотности бесточных впадин с источниками промышленного загрязнения крайне негативно сказывается на экологическом состоянии территории. Что следует, естественно, учитывать при ведении деятельности. У меня все. Спасибо за внимание. Спасибо. Вопросы? А вы динамику смотрели? То есть сначала продавание, потом к вам, например, на земле, типа ее германтики, воронки? Это уже надо рассматривать, да, непосредственно сам процесс. Здесь цель-то стояла выделить именно вот начальную. Вопросы? Вот как отделить болотную составляющую, как шарстную составляющую? Ну, совсем тонко. Ну, знание местности. Ну, знание местности. Проделокационные данные внутри реструктура болота в Западной Сибири не могут. Вода не дает... Ну, это метр дальше повода. Тогда это не болото. Болото, потому что завершено, допустим. Я должна еще что-то отмечать. Как отмечать? Пока, пока, по такой, по ЦМР, пока никак. Надо просто разбираться уже в топологии самих Фадин, знать эту местность и, ну, эмпирическим путем, как отличать. Еще вопросы, пожалуйста. Ну, дополнительные, да, привлекать методы. А все ли воронки вот карстовые? Или есть не карстовые, скажем? Если так, пески какие-нибудь. Опять же, да, мы тогда надо брать состав порог четвертичных отложений, смотреть. Но тут просто, видите, очень хорошо ложится на полосу именно карстования. Поэтому, скорее всего, это, конечно, да, логично предположить, что это карстовые. Ну, а так хотите каждого отделять? Какая започина? Есть воронки, видимо, сухие, есть мокрые. Ну, мокрые, это вот, или озеро, или болото. Но есть, наверное, сухие, да, в которых... Вот я говорю, что, когда вот мы строили, да, эту маску у глубины заполнения, и все, заведомо известные водные объекты, ну, большие водные объекты, они были удалены уже. Вот. Ну, конечно, там что-то водное наверняка осталось. Ну, какие-то водоемы глубиной метр-два, ну, лужа есть, высоко. Все равно это понижение в любом случае. Почему? И корснование под ним так же может идти. Вот у нас схожие процессы, скажем... Оно накопление и будет вызывать тем, вот, да, и опасность, что, вот, что там за вода скопится, и какого-то на качество, и вниз потом промываться. Вот это значит, если сухое, значит, да, там уже дырка. Ну, когда дырка уже не будет этой максимальной плотности, уже не будет бесточной фадина, она уже будет сточной. Да, то есть она будет иметь сток. А, ну, не только она вертикально. Да. Не вбок, вы же вбок изучаете. Ну, вбок-то вбок, но не бывает же прямо 90 градусов. Все равно по модели, по ячейкам и все, все равно сток будет идти. А вот когда этот сток, ну, останавливается на какой-то ячейке и в соседней не имеет уже распределения, вот это бесточная фадина. Нет? Не понял. Ну ладно. Так, еще вопросы? Более высокого, да. Ну, вы видели ее качество вот на эти территории, да. А это что за наоборот, скажите? Да, это есть на всю Арктику сейчас эта цифровая модель. Это с привлечением японского спутника она построена. Она, как, она хороша в средней полосе и к экватору туда ближе, на любой вот, а, ну, Арктик, да, Арктик, я путаю, да, с другой. Не, ну она просто, она грязная срая, с ней можно работать, с ней надо работать, прежде чем начинать на ней проводить какие-то расчеты и все, не хотите попробовать, смысл пока, ну, зачем? Ну, она какого разрешения? Ну, не, это дает среднее вот это разрешение, но оно не на всех же будет. Ну, можно, можно, когда локальные задачи какие-то решать на небольших участках территории, как, чтобы построить, ну, вот даже хотя бы на области, то и на всю Арктику чистку хорошую модель. А по каким она построена? По-моему, по-моему, по стереопару. По стереопару, да? Значит, лес там тоже как бы... Лес не устранен, лес участвует точно так же. Ясно.